Субтитры создавал DimaTorzok Ежедневной работе, естественно, не задумываюсь над тем, являюсь ли я носителем или защитником, чего бы то ни было. Но, наверное, эти два понятия очень близки друг к другу. И я бы, может быть, не стала их разграничивать. Потому что защищать – это значит заведомо знать, что на тебя кто-то нападает. И значит, надо какие-то средства применять для того, чтобы защищать. Просто же быть носителем традиции – это значит просто хранить верность каким-то заветам своих учителей. Что, в общем-то, насколько мне известно, очень многие мои коллеги, особенно мои старшие коллеги, да и младшие тоже. В общем-то, и они к этому стремятся и стараются это по мере своих сил выполнять. К сожалению, защищаться все-таки приходится. Причем защищаться не от современности. Потому что защита от современности – это дело неблагодарное. Ибо истинный такой носитель традиции и вообще традиции в высоком и, на мой взгляд, правильном понимании этого слова, она все-таки означает, ну, как вам сказать, действие равнозначно по мере сил и возможностей тому, который осуществляли твои учителя и которые были современны в свое время. А раз они были современны в свое время, то, значит, и мы должны быть тоже современны в свое время. Потому что если мы будем просто охранять традицию как какой-то памятник или как просто старинный предмет, с которого нужно вытирать пыль, то от этого ничего хорошего не будет. Потому что творчество, оно предполагает всегда движение вперед. И традиция без этого движения вперед, она мертвеет и превращается действительно в какой-то просто камень. А защищаться, к сожалению, не могу об этом не сказать. Уж вы смотрите, как это будет звучать в целом. Но не могу не сказать о том, что приходится нам сейчас защищаться. Ну, в частности, от даваемых сверху указаний, которые, на мой взгляд, придумываются чиновниками, которые не очень понимают, в чем смысл дела. И тут действительно приходится то, что называется, защищаться. А защищаться от молодых, естественно, не нужно. Точно так же, как нужно этих молодых рассматривать именно в том качестве, что они тоже ведь будут дальше развиваться. Если этот процесс, который у нас происходит, если он живой, то значит, он и будет происходить дальше. А для того, чтобы он был живой, нельзя стоять на месте. Продолжение следует...